Продолжаем выпуск. Алматинцы не могут привыкнуть к безналичному расчету в общественном транспорте. Уже месяц в городе курсируют автобусы, оснащенные карточными терминалами. Вот только пассажиры утверждают, что это неудобно. Но больше всего их возмущает то, что им не предоставили право выбора. Для Елены Малыгиной общественный транспорт – единственный способ передвижения. Женщина боится, что из-за новой системы оплаты проезда от автобуса в скором времени ей придется отказаться. Она утверждает, что расплачиваться электронной картой неудобно. Но больше всего Елену возмущает, что перевозчик не оставил альтернативы. Все совершенно неудобно. Это раз людей не спросили. Почему меня не спросили? У нас все население, наверное, можно было спросить? Хотим, не хотим, нравится, не нравится. Первое. Второе. Альтернатива. У меня должен быть выбор. Планируется, что уже с 1 декабря вся наличность в автобусах и троллейбусах исчезнет. Оплата будет производиться только карточкой. Новая система была внедрена в начале октября. За это время было продано более 200 тысяч карт. Однако на деле все иначе. Такой способ оплаты оказался непопулярным у населения. С этими карточками в толпе приходится пробиваться к местам оплаты. Мне кажется, с проездами, потому что многие люди с пересадками ездят, и им неудобно это. Способ оплаты не единственное, что беспокоит горожан. Граждан возмутила новость о том, что для приобретения устройства нужны личные данные человека. Получается, что таким образом можно отследить передвижение по городу любого из пассажиров. Но разработчики системы ОНАИ говорят, что личные данные запрашиваются лишь у льготников. Льготы для школьников, для студентов и для пенсионеров выданы согласно решению Маслехата. Соответственно, мы каждого льготника должны персонифицировать. Если, допустим, у вас продавец единых транспортных карт требует данные, ни в коем случае не давать. Это незаконно. Если в Казахстане система безналичного расчета только внедряется, то в других странах она успешно работает не первый год. К примеру, в Сингапуре оплата для всех видов транспорта позволяет сэкономить до 15% семейного бюджета. При этом в Европе такие карты используют и при оплате других услуг. Приживется ли такая практика у нас, можно будет судить уже через полгода. Тангата Мангельдин, Думан Сулейменас, Информиров, 31 канал.